Мы до сих пор думаем, так в творении установлено, что смерть никто не обвинит, потому что она тоже наделена великим состраданием. Если мы понимаем эти изначальные принципы жизни, мы станем невозмутимыми и в жизни, и в смерти, потому что жизнь продолжается, она не прерывается ни на одно мгновение. Я вам сейчас докажу это. Это не просто красивые слова, это наука. У вас было тело младенца, его нет. Сейчас у вас другое тело. Оно полностью сменилось, через обмен веществ полностью. Все клетки другие. Это называется другой возраст. Вы даже выглядите по-другому. Если покажете фотографию вашего младенчества, я вас не узнаю. Это я? Скажите, это я. Может быть, что-то есть, да. Через 7-11 лет у вас сменится тело полностью снова. Через обмен веществ. Возраст. Через 20-30 лет вас тоже можно с трудом узнать. Смотрите. Тело меняется постоянно. А вы, как личность, тот же самый. Это были вы во всех этих возрастах. Вы не кто-то другой. Вы неизменные. Значит, детское тело ушло от меня, но я продолжаю существовать в другом теле. Юношеское тело ушло, но я продолжаю существовать. Конца не наступило. Я в взрослом теле. Взрослое тело уходит. Я в статческое тело переговорил. Точно так же, говорит Сабхага Вадьете, оставляя этот тип тела, ты получаешь другое тело. Жизнь не прервется. Ты никогда не увидишь своей смерти, написано. Зная, обладая такими знаниями, вы становитесь невозмутимы к потерям, приобретениям. Потому что именно потеря, это и есть ощущение смерти. Когда вы много теряете, это и есть ощущение смерти, потери. И когда мы это тело оставляем, мы все оставляем, все, что связано с этим телом. Самая большая потеря собственности. Если у вас нет чувства собственности, вы не ощущаете серьезных проблем. Поэтому Веда говорит, что в конце жизни последний период жизни человека должен отречься от всего земного, чтобы спокойно уйти в нужное место. Не вниз, а вверх. Потому что душа не прекратит свое существование никогда. То есть вы сами всегда остаетесь вечным, неизменным. Эти законы неизменны. И много тысяч лет назад, и сегодня, и через миллионы лет не изменится ничего. Вечное существует. В течение времени не существует на уровне вечности. Там есть только настоящее. Все. Но поскольку тело у нас подвержено вот этим переменам, мы говорим, вот было. Это было. А это будет. Да, вот. Это программа. Мы живем в таком мире, в таком измерении. Но есть другие измерения. И так далее. И так далее.